Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. В начале коротко о некоторых темах выпуска. Загорелась кровля воинской части. Сегодня в Адлере состоялись совместные учения Росгвардии и МЧС. Выбраны территории, где в этом году в Сочи появятся скверы. Участие в голосовании приняли почти 150 тысяч жителей. В Сочи увеличилось число сознательных владельцев домашних животных. Только за последние три недели проведено около 300 операций по стерилизации. Полумарафон снова соберет бегунов со всей страны. Он пройдет 1 апреля, а в забеге уже зарегистрировались и зарубежные участники. Поддержать рыбу на плаву. В Приморско-Ахтарском районе сегодня прошло заседание оперативного штаба по охране и контролю за пользованием водными биоресурсами. Возглавил его губернатор Вениамин Кондратьев. Проблема сохранения рыбы на Кубани стоит очень остро. За последние несколько лет промысловый запас только одной тарани снизился в два раза. Глава региона сегодня посетил Бейсукское нерестовое хозяйство. Там пытаются воспроизвести популяцию судака, белого амура, толстолобика и сазана. Больше всего в крае в этом году в Лиманы выпустят мальков тарани. Госзадание у нас совпадает полностью с нашими площадями, которые мы используем в своей хозяйственной деятельности. Можем вырастить. Вот это количество 5 миллиардов 270 миллионов, оно у нас... Вот это, по локе, еще если вы максимально выполняете госзадание, и от вас рыба выходит уже непосредственно в сторону Азовского моря, то выходит, она туда не доходит, что ли? Получается, что так. Значит, мы должны сегодня найти ответ на вопрос, почему ее нет, да куда надевается. Совершенно верно. Знаете, и какой есть фактор, человеческий ли фактор, объективный фактор, и еще, что мы можем там будем обсуждать. Но мне важно сегодня это понимать, потому что мы два года назад обсуждали, вроде какие-то наметили мероприятия. Ну, толку они не дали. Одни из основных причин уменьшения популяции рыбы на Кубани – загрязнение водных каналов, по которым идет нерест и браконьерство. Сегодня в Адлере состоялись совместные учения Росгвардии и МЧС с целью отработать действия во время тушения крупного пожара. Первыми традиционно на пожар прибывают вот такие мотоциклы. В части их 10. Они мобильные, им не создают препятствия пробки. Именно пожарные мотоциклисты оценивают серьезность возгорания и сообщают о необходимости дополнительных сил и средств. Здесь, на территории воинской части Росгвардии, по легенде, случилось возгорание кровли общежития. На верхних этажах люди звали на помощь. Быстро был разложен так называемый Куб Жизни, куда можно прыгать. К сожалению, нечасто его используют при реальных пожарах из-за недостаточного места. Подчас мешают деревья, кустарники и машины. Здесь военнослужащие Росгвардии учились на месте у профессионалов адлерского подразделения пожарной охраны навыкам экстренного спасения людей, оказания им первой помощи и тушения пожара. Я оцениваю на отлично свою работу своих подчиненных, потому что это боевые подразделения, которые в день выезжают по несколько раз. И до такой степени, вы сами видели, они это легко все делают, непринужденно. На всю операцию по ликвидации возгорания кровли общежития ушло чуть больше 12 минут. Кстати, такие крупные учения в военном городке части проводятся впервые. И впоследствии мы сможем уже с бодростью говорить, что у нас имеется в воинской части определенный противопожарный минимум того, что каждый военнослужащий должен знать при возникновении данной ситуации. В Сочи 14 пожарных подразделений, конечно, они всегда откликаются на предложение, в данном случае Росгвардии, провести учения на том или ином объекте, где-то даже более серьезном, стратегическом, не забывая, что тяжело учение, легко в бою. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сочинские предприниматели помогут в благоустройстве пляжей. Сегодня в администрации города прошло заседание конкурсной комиссии по подготовке прибрежных зон. Участники заседания рассмотрели 32 заявки на участие в конкурсе по благоустройству пляжных территорий. В состав комиссии вошли представители районных администраций, а также начальники структурных подразделений администрации города. Все заявки были признаны корректными и приняты к рассмотрению. Комиссия подчеркнула, о закрытии прохода на пляже речи не идет, только о благоустройстве. Сами пляжи в аренду не отдают, проводится конкурс на благоустройство территории. Итоги конкурса будут подведены 24 марта. Озвучены итоги голосования по благоустройству общественных территорий. Участие в рейтинговом голосовании в рамках программы формирования комфортной городской среды приняло почти 150 тысяч сочинцев. Итоговые протоколы переданы общественной комиссии, на заседании которой были озвучены результаты всенародного голосования. Напомню, в каждом районе было предложено проголосовать за 4 общественные или придомовые территории. Всего же их было 16. В итоге в Адлерском районе наибольшее число голосов, а именно 13 812, набрала территория в районе домов 7, 13 и 17 по улице Лесная. В Хостинском районе на участки для голосования пришло 35 431 человек. Самой популярной у них стала общественная территория на Мацесте. За нее проголосовало 12 995 горожан. Ну а благодаря активности жителей Лазаревского в этом районе благоустраиваться будет общественная территория на улице Победы, 62. Наиболее же активными оказались жители Центрального района. Там количество опросных листов составило 58 818. Из них за благоустройство территории от дома номер 177А по улице Пластунской до Барановской развязки проголосовало 30 115 человек. В список по благоустройству в рамках программы формирования комфортной городской среды в этом году попадают именно эти участки, набравшие наибольшее количество голосов. Мы с вами не можем отменять решения, которые были приняты гражданами. Поэтому просто с вами принимаем эту информацию и, естественно, будем теперь уже принимать необходимые действия для того, чтобы организовать на этих территориях проведение работ для их благоустройства. В каждом районе это по-разному называется, но смысл один – это территория для прогулок, территория, где люди могут отдыхать. Выбранные общественные территории будут облагорожены за счет бюджетных средств страны, края и города. Другие территории, участвовавшие в голосовании, также превратятся в парки и скверы, но уже в следующем 2019 году. В ДТП в Сочи пострадала 7-летняя девочка. Авария произошла в половине девятого утра вблизи ЖД вокзала Олимпийский парк. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался с большой скоростью. В результате выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Kia. Им управляла 23-летняя Сочинка. В результате аварии пострадала 7-летняя девочка, которая ехала в Kia. От серьезных травм ребенка уберегло удерживающее устройство. Оба водителя были пристегнуты и не пострадали. Продолжаем. В Сочи подвели итоги конкурса «Подари улыбку другу». Он стартовал еще в конце прошлого года и проводился при поддержке муниципального предприятия «Сочи Автотранс». Конкурс «Подари улыбку другу» стартовал еще осенью. Дети рисовали картинки и делились своим творчеством со всеми сочинцами, гостями города, которые перемещаются по курорту на общественном транспорте. Рисунки детей яркие, милые, добрые украшали муниципальные автобусы. И, конечно же, вызывали улыбку и поднимали настроение пассажирам. Придумали конкурс в 9-й гимназии. «Сочи Автотранс» с удовольствием поддержал начинание юных художников. В городе было объявлено открытое голосование. Каждому рисунку был присвоен номер. Свой выбор можно было сделать в интернете. Более тысячи рисунков нарисовали наши дети, но голосование проходило несколько месяцев. Ну и как проходило голосование, какая активность была только за первое место. Первое место, занявший рисунок, более трех тысяч голосов отдали ему жители, учащиеся, родители, друзья, гости города Сочи. Картинки, которые набрали больше всего лайков от зрителей, сегодня были отмечены на торжественной церемонии закрытия конкурса. Авторы лучших работ получили заслуженные дипломы и подарки от организаторов и партнеров. Конкурс получил большой отклик не только от самих детей, которые рисовали свои картинки, но и от жителей города. Поэтому организаторы не исключают, что конкурс «Подари улыбку другу» пройдет еще не раз. В ответе за тех, кого приручили. В Сочи увеличилось число сознательных владельцев домашних животных. Только за последние три недели в городском управлении ветеринарии было проведено около 300 операций по кастрации и стерилизации. А как известно, удаление репродуктивных органов животных – это гуманный способ регулирования их численности. Ведь зачастую рожденное от домашнего животного потомство попадает на улицу. Продолжит Ольга Десятого. У кота Чиваса сегодня плановая прививка. Анна Лабушева к ветеринару своего любимца привозит регулярно. Сейчас ему 4 года. А когда было 6 месяцев, сибирскому коту провели операцию по кастрации. Кастрация – это такая плановая процедура. Можно так сказать, как мы прививку себе делаем, которая не вредит животному абсолютно. У него состояние здоровья, состояние кожи, состояние шерсти. То есть он стал очень добрым. Это ни на что абсолютно не повлияло. Поэтому я призываю всех быть ответственными за своих животных. Кастрация и стерилизация – это гуманный способ сократить незапланированное потомство у домашних и бездомных животных. Об этом неоднократно говорили на заседаниях недавно созданной рабочей группы, куда вошли и представители власти, и ветеринары, и зоозащитники. Последние активно поддержали программу стерилизации. В управлении ветеринарии отмечают – сознательных сочинцев стало больше. Только за последние три недели было проведено около 300 таких операций. Раньше люди боялись делать – это полостная операция. Она, скажем, какое-то животное находится в наркозе какое-то время. А после разъяснительной работы люди с удовольствием идут, делают. И животные после этих операций живут намного дольше. Еще один из способов для домашних питомцев не попасть в список бездомных – это чипирование. В управлении ветеринарии установили на животных уже сотню электронных устройств. Это совершенно безболезненная операция, но очень эффективный инструмент поиска четвероногих. Сканер или считывающий устройство позволяет на расстоянии до 30 сантиметров от животного считывать его индивидуально 15-значный номер. Ну а животные без чипа рискуют навсегда остаться на улице. Более удачливые попадают в городские приюты для животных. Там их кормят, обследуют и обязательно проводят стерилизацию. Каждая собака, которая у нас находится в приюте, она абсолютно социализирована. У нас приезжают люди с детьми, с семьями. У нас дети засовывают руки в вольер, они у нас катаются на собаках. То есть у нас все абсолютно привиты и полностью привыкшие к людям, к общению. Взять животное из приюта – это еще один способ борьбы с безнадзорными животными. В приюте БИМ, например, проводят акцию «Не покупай друга – возьми из приюта». Так поступили Ольга и Тимур. В их жизни появилась игривая и веселая Нюша. Мы, конечно, задумывались, чтобы завести собаку, но я сразу сказала, что мы возьмем собачку из приюта. Со слов директора приюта, Нюша была домашняя собака, и хозяева ее выкинули на улицу. Волонтеры ее нашли и поместили ее в приют, где мы с ней познакомились. Те, кто берет питомца из приюта, помогают не только этому животному. На освободившееся место в большой дом для собак смогут взять другого нуждающегося в заботе пса. В Сочи сегодня несколько приютов для бездомных животных. В планах до лета открыть еще один на бывшей территории птицефабрики в Адлере. Но и он до конца не решит проблему безнадзорных животных. Бродячие кошки и собаки будут на улицах города до тех пор, пока сочинцы не научатся брать ответственность за тех, кого сами же когда-то приручили. Я добавлю, что с 1 апреля в Управлении ветеринарии начнется бесплатная вакцинация животных против бешенства. Врачи отмечают, что в Сочи весьма вероятно опасность заноса серьезных заболеваний с сопредельных территорий. Потому вдоль границы города создана так называемая буферная зона против бешенства, ящура и других особо опасных заболеваний. Массовая вакцинация животных поможет предотвратить распространение этих вирусов. Еще раз подчеркну, что вакцинация проводится бесплатно. Победа наших. Локомотив Кубань обыграл итальянскую Реджо Эмилию в первом матче полуфинальной серии Кубка Европы по баскетболу. За ходом игры на трибунах следили более 6 тысяч зрителей. Среди них и глава региона Вениамин Кондратьев. Уже после игры в своем твиттере он поздравил наших спортсменов с победой, отметив, что баскетболисты локомотив Кубань показали отличную игру. Краснодарский Локобаскет разгромил итальянскую Реджо Эмилию в первом матче полуфинала Еврокубка со счетом 82-65. Поздравляю с блестящей победой. Счет в серии до двух побед 1-0 в пользу российского клуба. Самым результативным в составе победителей стал игрок Брайан Квали. Ответный матч пройдет 23 марта в Италии. Полумарафон Сочи «Автодром» соберет бегунов со всей страны. Он пройдет на курорте 1 апреля. Участниками станут тысячи любителей бега из-за рубежа и России. Пробежать по автодрому в этот день смогут все желающие от 14 лет и старше в стартовом пакете участника, номер, брендированная футболка и специальная финишная медаль от организаторов. Атлетам предложат выбрать дистанцию длиной 5,5, 10 или 21 километр. Награждение будет проводиться в четырех возрастных группах, что позволит спортсменам-любителям подняться на пьедестал вместе с лидерами бега России. За день до основного старта 31 марта пройдет забег «Детская миля». Даже самые маленькие спортсмены в сопровождении родителей смогут принять участие в соревновании. Зарегистрироваться на забег можно на сайте забег.топлегарун.ру. В Сочи прошел Кубок УВД-курорта по джиу-джитсу. Впервые турнир по этому японскому единоборству прошел в нашем городе. Чтобы выявить сильнейших спортсменов города и подготовить спортивный резерв для сборной команды региона, соревнования проводились в двух разделах – борьба и демонстрация техники. Судили по действующим международным правилам. На татаме за право обладать Кубком управления внутренних дел сошлись в схватке более 200 бойцов курорта. На церемонии открытия стало известно, что турнир под эгидой спорта общества «Динамо» будет проводиться ежегодно. В итоге в общекомандном зачете обладателем Кубка УВД по городу Сочи стали борцы тренера Ольги Авдеевой. Вторыми стали единоборцы наставника Павла Самульцева. Бронзу завоевали воспитанники Агвана Ханкаяна. В личном зачете победители были награждены медалями, грамотами и ценными призами. Компания «Воронежский фермер» представит мясо, колбасы, сыры и сало в Сочи. Предприятие примет участие в выставке «Продукты питания», которая откроется 22 марта в отеле «Жемчужина». Компания «Воронежский фермер» – это высокое качество и отменный вкус. Это домашнее фермерское хозяйство. Колбасы, сосиски, сыр и сало – все это можно найти на стенде «Воронежского фермера» на выставке в Сочи. Куропатка с апельсинами, запеченная в печени, гусь с яблоком, утка с черносливом, перепелка с брусникой. Различные сыры – сулугуни, копченый, брынза, сало с чесноком, соленое в рассоле. Также большой выбор сосисок и сарделек, колбас в натуральной оболочке. А также новинки – сыровяленая оленина, лосятина, вырезки из лосятины и оленины и настоящий хамон. Аромат, богатый ассортимент и аппетитный внешний вид притягивают множество покупателей. Продавцы предложат и продегустировать товар перед покупкой. Компания на рынке сырных и колбасных изделий уже более 10 лет. Воронежский фермер приглашает всех сочинцев на выставку продукты питания со свежими и вкусными деликатесами. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.